Привет, друзья! Сегодня хочу рассказать о таком явлении в YouTube. Есть вдохновляющие видео, которые заставляют людей искать возможности реализовать то, что показано на картинке. Видео реально классно. Надеюсь, я тоже создаю такие же видео вдохновляющие. То есть, когда начинается все просто с компьютерной модели. Вот возьмем те же NZ-системы, все начиналось именно так. Это была просто какая-то мысль, придумка, которая потом реализовалась уже в железе. Вот это видео, здесь очень классно показаны разные типы ворот, разные системы, которые открываются, закрываются, многосекционные. Это одна из тех, на что обратили внимание мои заказчики. И вот попросили реализовать такую же систему. Обратите внимание, тут все сделано на тросах, для натяжения, видимо, тросов использованы. Вон какие-то натяжные элементы. А кто хоть когда-нибудь пользовался тросами, знают такую штуку, что они растягиваются. И вот эти шкивы, которые здесь показаны в видео, они не будут работать там, они тоже будут проскальзывать. Порывшись в интернет, я наткнулся на американский патент уже, который открыт и можно пользоваться. Многосекционные ворота, реализованные на цепях. И вот я попробовал пойти именно по этому пути. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Модель готова полностью. Показываю, как все работает. Так, вот мы открываем наружу. Вот, раз, ворота сложились. Вот так это будет выглядеть сверху. Вот так это будет изнутри. Так, здесь у нас, видите, сами механизмы из двух звездочек и цепи. Велосипедные, как я вам говорил, велосипедные звездочки ставим. Так, открываем, как вы говорили, наружу. Вот оно. Пошли створочки открываться. И вот так сложились. Все, тут мы видим сверху, как механизмы будут работать. Так, и с этой стороны мы видим закрытые кожухи. Вот так будут выглядеть. Так, когда мы их открываем. Как видим, на водельке все выглядит круто. Все работает. Все четко и красиво. Закрываем. То есть, закрываем. Когда мы закрыты, смотрим с этой стороны со двора. То есть, вот так это будет выглядеть. Вот так. С удовольствием представляю сегодня новую свою работу. Это ворота книжка, которая работает при помощи цепей на звездочках и цепях. Не забывайте, что мой канал работает в режиме конструкторского ателье. И можете заказывать любые ваши пожелания, механизмы. Постараюсь воплотить их в жизнь. Итак, показываю эту систему. Вот этот, получается, мы видим комплект втулок, осей. Ну, грубо говоря, это петли для оборот. Вот. Которые будут привариваться к створкам. Вот этот комплект, получается, это левая сторона, допустим, это правая. Для натяжения цепи сделан был вот такой вот элемент. Будет ставиться вот сюда, прижимает цепь и подтягивает его таким образом. Обязательно пишите комментарии, потому что канал работает только тогда, когда под ним появляется обсуждение. Это всегда интересно. Было сделано двое ворот с цепями и сразу проявились их недостатки. То есть в горизонтальной плоскости звездочки не работают. Цепь провисает, настроить ее невозможно и толком отрегулировать механизм не получается. В результате ворота были переделаны под использование жестких рычагов. В том числе были использованы и механизмы BFG. И специально было сделано карамысло, которое исправило вот это вот такое безобразие, которое получилось с цепями. Работает только единственный вариант, где двухстворчатые секции. Итак, в результате была построена новая модель на базе уже работающих механизмов. Вам знакомы, если вы смотрели мой канал. Это механизм сложения для двухстворок BFG Uni. И специальный механизм, вот такой был разработан для сложения третьей створки. Потому что именно с ней были основные проблемы. И так это работает, вот таким образом. Видите, он складывается прекрасно теперь. За счет того, что все эти механизмы жесткие. Здесь никаких гибких связей нет, никаких цепей нет. То есть нет проблем с провисанием. Здесь был еще сделан, видите, на земле такой специальный уловитель. Вот. И вот так вот снаружи это будет выглядеть. Вот мы его открываем. И вот так вот уловитель срабатывает. Вот так все. И сейчас покажу, как это заработало вживую. Так, Александр, долгожданное видео. Наконец-то закончу эти распашные ворота. Значит, створка один. Ракурс лучше не выбрать. Снаружи солнце слепит. А здесь не так много места. Так, все. Створки типа прямо. Теперь створка номер два. Ну вот, вроде как все получилось. Я специально выждал некоторое время, с полгода, чтобы убедиться, что все работает. Так что, несмотря на трудности, которые возникли при воплощении этого проекта, все-таки ворота открываются и работают корректно. Спасибо за просмотр. Привод, конечно. Не забываем ставить лайки. Пишем комментарии. Подписываемся на мой канал. Всем удачи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok